Здравствуйте! Значит, ну вы, конечно, все вместе прошли мимо кукурузы, которую мы сейчас начнем защищать биологическими методами защиты. Ну, передвинули потому, что в связи с погодой. Значит, я очень кратко хочу сказать, что органическое земледелие начинает все более уверенно развиваться в нашей стране. Один пример Воронежской области показывает, что еще три года назад не было ни одного хозяйства, сертифицированного по органическому стандарту. Сейчас уже 37. Поэтому то, что органическое земледелие, об этом сегодня было сказано в приветственных словах, это то, что необходимо для защиты окружающей среды и, главное, для защиты здоровья человека. И главным направлением в органическом земледелии является биологическая защита растений. Я кратко расскажу о тех новейших направлениях, которые разработаны в нашем институте в области биологической защиты целого ряда культур. Это и плодовые, это и зерновые, это соя, подсолнечник. И сейчас я остановлюсь на кукурузе. Хочу сказать, что многие приемы биологической защиты растений для перечисленных культур, они здесь практически одинаковы. Вот на этом стенде показан тот, значит, набор защиты кукурузы с помощью феромонов, с помощью энтомофагов и биологических препаратов. Я не буду останавливаться на этих вопросах очень точно, но вы видите, что это обязательный фитосанитарный мониторинг, определение, значит, динамики лёта вредителей, определение уязвимых стадий вредителей и применение биологических средств защиты. Значит, первое, определение лёта хлопкой совки. Кстати, первая хлопкая совка на кукурузе в этом году полетела. Вот она перед вами на вкладыши ловушки. Значит, начало массового лёта хлопковой совки – это сигнал к интродукции трихограммы. Интродукция трихограммы даёт возможность уменьшить отрождение гусениц, то есть её эффективность составляет в среднем 50-60%, и необходимость, значит, выпуска бывает однократная, двукратная и даже более, в зависимости от численности вредителей. Всё это определяется с помощью феромонных ловушек. Здесь вот показан комплект феромонных ловушек для наблюдений, и вот последние ловушки, которые представлены, они являются наиболее уловистыми и наиболее информативными. Сейчас мы к этому вернёмся. Значит, дальнейшие работы по отрождению гусениц младших возрастов – это обработка биологическими препаратами. Сейчас фирма выпускает большой ассортимент биологических препаратов. К сожалению, эффективность, полная эффективность в биологических препаратах отсутствует. Ну, такая цифра, как 70-80%, до 90% она есть, и это обработка, это препараты, липидоцит, биостоп и целый ряд других выпускающихся фирмами. Значит, дальнейшие работы – выпуск Габра-Бракона по гусеницам средних и старших возрастов. На этом мы остановимся здесь. И главное направление, которое на основе фундаментальных исследований химической и трофической коммуникации насекомых, разработанных впервые в нашем институте – это активизация и воспроизводство природных популяций энтомофагов. Это активизация и воспроизводство трихограммы. Активизация и воспроизводство габра-Бракона. Активизация и воспроизводство целого набора афидафагов, которые присутствуют практически на всех культурах. И я тут кратко останавливаюсь. Здесь представлены некоторые энтомофаги. Это габра-Бракон, трихограмма, значит, божьи коровки, афидафаги. Самое главное в системе, которую мы разрабатываем, это то, что в начале активизации вредителей производится следующее. Значит, против хлопковой совки остановится на главном вредителе. Значит, здесь производится первый выпуск трихограммы. Но эта трихограмма выпускается в поле с помощью беспилотных аппаратов, ряда других, вместе с яйцами ситатроги, яйцами хозяина. Это позволяет небольшому количеству трихограммы, выпущенных в конце мая, в июне, воспроизводиться и размножаться. И природная трихограмма тоже получает такую возможность активизироваться и воспроизводиться. Вот эти устройства как раз показывают здесь устройства, которые дают возможность трихограмме, это контроль. Трихограмме, значит, заражать. Здесь находятся яйцекладки трихограммы, здесь находятся мусеницы этой галерии Меллионеля и другие. Здесь мы проверяем, в каком количестве, как размножилась трихограмма. То же самое разработано для Габра-Бракана, для клопа вредной черепашки, для афидофагов и других видов. Главное хочу сказать, значит, феромонный контроль обязателен. Он идет синхронно с тем, как воспроизводится энтомофаг. И это дает возможность сразу определять уровень эффективности энтомофагов и во многих случаях отменять все химические и другие защитные мероприятия. Это направление является одним из перспективнейших. Оно пробируется у нас в ряде хозяйств органического земледелия с прошлого года. И еще оно подтверждается тем, что в институте создана специальная, уникальная научная установка по массовому разведению энтомофагов. Массовое разведение энтомофагов представляет трихограммные линии и ряд направлений по разведению энтомофагов, которые сейчас есть в стране и в мире. Здесь я хочу сказать, что разрабатываются новейшие методы кросс-технологии разведения трихограммы и кросс-технологии разведения других энтомофагов. В чем суть? Это введение в разведение популяций межвидовых, межвидовые популяции, межпопуляционные и так далее. Что это дает? Увеличение выхода продукции и самое главное увеличение на 30-40 процентов эффективности биозащиты. В прошлом году проверено, значит, это межвидовая популяция двух видов трихограммы трихограмма принципиум и трихограмма пинтой. Эффективность отдельно их составляла 40-50 процентов вместе 90-85-90. В чем причина? Эта причина нам стала ясна. Это конкуренция между видами, поэтому увеличена эффективность. Тоже самое, я думаю, будет наблюдаться и для других видов энтомофагов и так далее. Хочу в заключение сказать, что сейчас благодаря органическому земледелию все больше начинает развиваться производство биологических средств защиты растений и особенно энтомофагов. Востребовано в хозяйствах органического земледелия очень. И вот этот метод воспроизводства активизации, который уменьшает количество примененных энтомофагов ровно 4-5, а то и 10 раз и позволяет с помощью природной лаборатории доводить их численности до того, что вредитель численность вредителя опускается сейчас, я понял, опускается до уровня ниже ЭПВ. спасибо за внимание, если есть вопросы, я отвечу.